И хотя проверки в детских садах республики касались в первую очередь финансовой части, в процессе аудита вскрылись и гастрономические странности. В документах значились продукты свежие и качественные. По факту детям готовили из продуктов, как сказано в отчете счетной палаты, с признаками гнили. Есть случаи, когда выдавали дешевый ментай за дорогую горбушу. В три детских сада авиастроительного района города Казани в ходе проведения проверки поставщикам, это МУП, департамент продовольствия и социального питания города Казани, были поставлены продукты несоответствующего качества. Ментай, груши, картофель, морковь. Почему он у меня с такой трибуны начинает полоскать мой детский сад? Я считаю, что это неправильно, неверно. Неверная информация. С обвинениями заведующая Казанским детским садом номер 19 не согласна. Фаина Юсупова уверяет, аудиторы все перепутали. И намерена требовать опровержения. Но продукты проверяющие все же успели сфотографировать. Счетная палата и рыб ту нас не видела. Она у нас проверяла продукты, а в отношении рыбы даже разговора нечего. Это вам девочка однозначно говорит. Заявление аудиторов помимо заведующей ставят под сомнение и в Казанском исполкоме. Вся продукция, которая была обнаружена в садике, то детей не дошла, надеюсь, и не должна была дойти, потому что продукт, поставляемый в садик качественный. И в праве заведующих и сотрудников садиков эту продукцию извратить поставщику, вызвав представителей, либо ликвидировать, либо ни в коем случае не допустить до стола. Но большая часть нарушений была выявлена в детских садах республики. Аудиторы пришли к выводу, что в районах детское питание несбалансированное. Более того, не соблюдаются важнейшие для детского организма нормы питания. Чтобы было понятно, о чем речь. Например, в Сармановском районе воспитанники детсадов получали лишь 50% соков, 35% рыбы. Еще хуже дела обстояли с фруктами. Всего 29% от положенной нормы. По учреждениям Ознакаевского района, потребление фрукт и макаронов составило в 2013 году двойную норму. А свежих фруктов и овощей менее половины нормы. В отдельных случаях выявлены факты поставок продуктов питания несоответствующего качества. Проверка счетной палаты вскрыла массу нарушений. Так, например, в Верхнеуслонском районе сразу в два сада было поставлено охлажденное мясо цыплят с истекшим сроком годности. На сумму 21 тысяч рублей. В ходе ревизии нарушение вскрылось и был произведен возврат мяса. Вот только речь пока идет о нарушениях 2013 года. Как и чем кормили детей в прошлом, в 2014 году. Видимо, станет ясно после очередного аудита. Юлия Шабанова, Эльвира Шарафиева, Альфред Камилевский. Телеканал Эфир.